Особое мнение на 101FM Игорь Владимирович Сразу предложил перейти к вопросам Ну, соответственно, на них стал отвечать Удалось задать вопрос? Да, я свой вопрос задал по мусорной реформе То есть я привел, в пример, две области Это Тюменская область Там массовое протесты людей В связи с тем, что власти решили Расчет делать с квадратного метра А не с человека Власть пошла навстречу В итоге они перевели оплату на человека И для многодетных семей Которые в этом случае попадают под удар Они предложили такую льготу Что на родителей оплата остается в том же размере Но семья может подать компенсацию Возврат полной стоимости на каждого ребенка То есть, допустим, семья там из пяти человек Два человека платят за мусор А по трем они возвращают 100% Тариф-то известен? Сколько человек там в Тюменской области? Я по цифре сказать не могу Меня больше интересовалась ситуация Как в Кирове Ну, предположим, если там 114 рублей То можно на детей эти деньги вернуть То есть, для нас бы получилось 228, если по нашим тарифам А каким образом удалось добиться этих уступок со стороны власти? Люди массово протестовали Вот, соответственно, власть услышала Были созданы рабочие группы Искали решение, как сделать так Чтобы многодетные семьи вывести из-под удара Решение было найдено Вторым регионом, который я озвучивал Это была республика Коми В которой частный сектор платит Ну, по-моему, раза в два меньше, если не больше По сравнению с Кировом То есть, там получается, что норматив накопления Изначально намного меньше, чем для городского жителя Ну, и, соответственно, плата получилась такой Насколько я знаю, по регионам страны Вообще норматив по накоплению по жителям Достаточно сильно скачет Бывает там в десятки раз различается Поэтому вот этот расчет норматива Он такая цифра достаточно эфемерная Вот, и возникает вопрос Почему у нас конкретно в Кирове Не посчитали норматив до начала реформы Да, а не после То есть, сейчас получается такая странная ситуация Реформу запустили Частники у нас, эти же жители там Деревень и сел Они сейчас вынуждены платить По тарифу, который нам посчитан Но в связи с тем, что люди стали несогласны В частности, вот в Порошино люди выступали Да, вот в связи с тем, что Люди несогласны Сейчас министерство ЖКХ Будет нормативы проверять в течение года И потом пересчитать Скажет, ну да, действительно Видимо, вы меньше образуете отходов Почему нельзя было это сделать раньше? Вот большой вопрос Там норма будет действовать Даже в течение года нельзя пересматривать Нет, и норму-то можно в любой момент Можно? Норматив накопления можно пересмотреть в любой момент Это не РСТ, это министерство ЖКХ Вопрос в том, что они-то опираются на то Что нужно круглогодичное наблюдение провести По конкретным Мониторингам Да, мониторинг И, соответственно, на основании этого Уже принимать решение И как глава региона прокомментировал эти вещи? Он сказал, что у нас все хорошо Рабочая группа приняла решение Потому что решение приняла Рассмотрели так Сказал обычно объяснение Что там у нас, по-моему, 84-86% граждан Живет в таких семьях, квартирах Ну, как вот обычно они объясняют Вот то же самое Он просто повторил То есть сутью было Как бы услышал Ну, как бы останется, как есть То есть обсуждать не будем Вас удовлетворил этот ответ? Или вы хотели другой У нас, разумеется, ответ такой Не удовлетворяется Соответственно, мы будем дальше продолжать То есть мы в общественную палату обращались Еще одно письмо будет написано Готовим обращение в Конституционный суд Вот, кстати, мы подписи собирали в прошлом году Вот, если возвращаться к этой теме То подписи у нас будут Подожди, это отдельно, Валерий Оставим все-таки Давайте в мусорной теме Вот конкретно прям озвучьте шаги Которые вы собираетесь предпринимать Именно по мусорной реформе В антимонопольную службу мы уже обратились То есть дальше В чем суть заявления? Суть заявления проверить Вообще по адекватности тарифа Мусорного тарифа Насколько он адекватен для нас, для кировчан То есть насколько сумма заявленная Соответствует действительности Да, насколько экономически обоснованно Плюс там был вопрос по поводу того Почему у нас с одним человеком Почти вся отлиц связана конкретно с одним человеком Соответственно, тоже я так понимаю Что если примут решение ФАС, то они это рассмотрят И человек этот? Ну, я так понимаю, что Михаил Шихов Человек и депутат Так, жалобы поданы, что еще в планах? Так, ну, про общественную палату сказал Про конституционную палату Общественная палата региона нашего, да? Да, нет, нет, обращались в Москву А, ОПРФ Да, да, писали в Москву Ну, еще одно обращение было написано Дальше обращение готовим в конституционный суд Чтобы они дали какое-то толкование Конституционности этих норм То есть, допустим, у нас повышение тарифа Получается, в некоторых местах в разы происходит Насколько это конституционно? Или, например, насколько конституционна такая ситуация Когда одна и та же квартира Одна и та же семья, допустим, в Кирове и Слободском Может платить за то же самое фактически Но раза в два больше Ну, допустим, взять семью, там, пять человек в Слободском И семью, там, пять человек в Кирове Взять какой-то метраж одинаковый Разница может быть больше, чем в два раза в два Ну, это вы уже перешли к общим, да, таким вопросам Связанным со сферой ЖКХ Который мы освещали в эфире как раз 10 декабря Когда говорили о том, что в почтовые ящики Жители нашего города придет газета Лист с графами для того, чтобы подписи поставить Давайте вернемся к той теме Я где-то видел мельком, что порядка двух тысяч, по-моему, подписей удалось собрать Или я ошибаюсь? Как продвигается история эта? Всего было собрано порядка тысяч семи подписей Да, по двум сборам У нас был гражданский патруль газета И была газета источник новостей То есть сбор шел параллельно То есть порядка семи тысяч Эти подписи были отправлены в Москву То есть к президенту, правительству Российской Федерации И в антимонопольную службу То есть дополнительно Отправили как? Лично вывозили у нас? Были раньше активистов такие примеры? Лично? Лично Нет, не я лично Через знакомых, через родственников Передали, которые унесли непосредственно в администрацию президента Так Ну, соответственно, теперь ждем ответа То есть обращения были приняты Вот, соответственно, ждем, что нам скажут Дальнейшая стратегия? Дальнейшие шаги? Ну, дальнейшие шаги Во-первых, мы, понятно, что будем ждать ответа Что они напишут Во-вторых, по обращениям там в Конституционный суд Я уже сказал Я думаю, что там Конституционный суд Он все-таки более детально эти вопросы просматривает Далее, есть большое желание Проработать историю с обращением Европейский суд по правам человека Вот То есть, ну, пока это в стадии разработки Но там же, насколько понимаю, нужен конкретный гражданин Который напишет от своего имени То есть, кто-то там будет конкретно фигурировать От неограниченного круга лиц, по-моему, не принимает ЕСПЧ Хотя мог бы ошибаться Ну, там, главное, был бы человек, кто готов этим ЕСПЧ заниматься А людей, желающих подать на мусорную реформу Я думаю, что их выйди Вот сейчас вот выйти из офиса Крикни, я думаю, что наберется Ну, кстати, специалисты, которые трудятся Которые работают именно в сфере исков, подаваемых в ЕСПЧ У нас есть в городе Да, я как раз про этого специалиста Да, про этого специалиста мы имеем Он был у нас в студии, кстати Да, хорошо Как оценивать вообще реакцию людей Вот на ваш призыв Поучаствовать, оставив подписи Насколько активно или хотелось бы лучшего В плане числа поучаствовавших Реакция такая, какая есть, какая она, в принципе, ожидалась Вот, то есть люди привыкли вести себя несколько пассивно Вот, не сказать, что они очень пассивно себя ведут Да, вот потихоньку люди больше в этом проникаются Больше участвуют Но тем более их начинает это все больше задевать Сначала вот пенсионная реформа Она определенный фундамент Она подбила под ситуацию То есть люди начали уже переживать то, что в будущем не может быть Ну, может случиться так, что в будущем не будет лучше, чем сейчас Сейчас мусорная реформа Ситуация, смысл мусорной реформы Вот, по сути, вот как мы сейчас его видим Получается, это перекладывание государственных, там, муниципальных расходов На плечи граждан Да, то есть сейчас фактически что произошло За полигон должны заплатить граждане За мусоровозы должны заплатить граждане Раньше За переработку За переработку И так далее Потом, которую построят, тоже должны заплатить будут граждане Раньше было не так То есть раньше это платил город Привлекал там федеральные средства Там областной бюджет участвовал Ну, и как-то это было То есть мы платили налоги И из этого это все оплачивалось А сейчас, по сути, получается Что у нас двойное налогообложение формируется Почему тюменский сценарий у нас не случился? И можем ли мы? Это повторить, когда действительно массовое возмущение Приведет к тому, что власти прислушаются И пойдут на устатки Ну, точных причин я назвать не могу Я, наверное, выскажу свои предположения Ну, естественно Особое мнение свое Валерия Семеновичева Возможно, дело связано с тем Что Тюмень, ну, скажем так Более податлива в этом смысле То есть более Власть лучше слышит людей Во-первых Во-вторых, может быть Там более массово это все было То есть, может быть Просто Киров сам по себе Он такой более Тихий городок в этом смысле Может быть, это связано с тем Что у нас решения такого рода Уже как-то стали проходить по накатанной Вот этой же концессии, допустим Ведь достаточно все шло как вот танком Решили, приняли И все тут идет по накатанной Не место на остановке То есть остановки могут быть Когда между собой, допустим Муниципалитет договариваться И КТК, допустим Свои условия обсуждает Когда дело касается граждан То вопросов каких-то Ну, особо не возникает Если взять в обсуждение мусорной реформы Определенная остановка уже была Когда вот общественная палата Вынесла свой Выставила опрос по голосованию Как лучше платить с человека или с метра Был организован опрос Это был в предновогодние В предновогодние буквально Да, да И министерство ЖКХ Грубо говоря, там на две недели Притормозило с принятием решения Но все равно потом Приняло решение по-своему Так что То есть у нас, в принципе Как-то вот эти решения Принимаются по накатанной Решили, сделали В этом же году у нас В 2018 году были приняты решения По изменению правил внешнего благоустройства Там Летом Да, летом Там же вопросы были По запрету несанкционированной торговли На эти же киоски По размещению рекламы Это все То есть как-то у нас Все вот в одну калитку идет Так что я думаю Что может быть это связано с тем Что власть считает Что принимаем как хочу А люди Ну повозмущаются И возможно вскоре остынут Я сомневаюсь Что люди остынут Потому что Здесь вопрос идет Он такое накопление То есть вот Та трещина В фундаменте Которая была Возникла после Принкционной реформы Она никуда не делась Она имеет вопрос Накопления Я вот Если в сфере ЖКК Пример привести Вот есть допустим Крыша на доме Там есть и плиты Пустотки Вода Которая попадает С крыши через кровлю Вот в эту плиту Она течет не сразу Она имеет Принкопливаться А потом Хлавысь И вот это все Попадает уже В квартиры То есть Большим потоком Здесь наверное Принцип То же самое Оно копится Копится Потом вот Вопрос накопления воды Он не обязательно Что он сразу Прольется какой-то там Бунт Или еще что-то Но вопрос в том Что вот эта вода Она уже будет накоплена С ней что-то нужно Будет сделать Пример подобного Мы уже видели в Приморье Когда там Грубо говоря Чтобы все-таки Своего человека Поставить В губернаторы Пришлось достаточно Много федеральных денег Вливать Ну насколько я знаю По информации Из этого же Телеграм Поэтому это все Как бы оно Видно не сразу Но потом Проявляется Так или иначе Неизбежно Вот сейчас Мусорная реформа Соответственно Она тоже людей Сильно затронула Я думаю Что это все Неизбежно Будет иметь Определенные последствия И тут Власть должна быть Более аккуратна Более восприимчива К людям В своих Телодвижениях В своих решениях Да Валерий Семене еще В специальной серии ЖКХ Руководитель Городского совета Старших по домам Вы уже поняли Да Что По пути обсуждения ЖКХ Тем мы сегодня пойдем Вернемся через полминуты Особое мнение На 101FM Продолжаем наш разговор О мусорной реформе Хотелось бы еще Интересоваться Мнение Валерия Семенищева Сегодня слушаем Народ по-прежнему Дискутирует В социальных сетях В том числе Платить или не платить Я напоминаю Что в феврале Нам должны прийти Первые квитанции За мусор По новым правилам Итак Валерий Платить или не платить Ну Если конкретно Человек не желает Идти в суды Разбираться И причем Идти не в один суд А потом В дальнейшие инстанции Там апелляции Касаться Там до Верховного суда Если он не готов Платить деньги За юридическую поддержку В том числе В Москве То наверное Все таки Нужно платить Потому что Вопрос Он процентов На 98 99 процентов Все равно Будет Урегулирован Таким образом Каким его Приняла власть В пользу Поставщика услуг В пользу Скажем так Мнения властей Потому что Не всегда Поставщики услуг Довольны Теми законами Которые у нас есть В том числе По мусорной реформе Есть жалобы С некоторых регионов Когда Рекоператор Говорит Что ему денег Недостаточно Так собственно У нас в Кире Тоже такое уже Прозвучало Михаил Шихов Сказал что В расчет сделали Не так И нам денег Не хватит А в итоге Для того чтобы Реализовывать инвестиционную Программу Да Большими Но затем Куприт официальный Представитель Сказал обратно Насколько я понимаю Денег И денег Хватает Разберемся Поэтому Мой ответ Платить Другое дело Что каким образом Эти квитанции Придут По закону Они должны прийти В квитанциях Управляющих компаний Потому что Для того чтобы Получить квитанции От этого же Энергосбыта Жильцы дома Должны На общем собрании Собственников Проголосовать За переход На прямые договора С рекоператором С Куприт Если такого не произошло Соответственно Квитанции должны Прийти от управляющей Дополнительной строчкой Будут Вывоз Такого У нас Пока Есть такое Серьезное опасение Что все таки Квитанции От энергосбыта Придут Есть решение Свердловского суда Как раз О незаконности Включения Такой строчки Квитанцию По электричеству Соответственно Я так понимаю Что достаточно Многие люди ждут Чтобы просто Получить эту квитанцию Заплатить ее Чтобы был предмет Спора И потом уже Судиться И протестовать И соответственно Достаточно массово Может рекоператор Получить Вот эту волну Негатива Не знаю По моим ощущениям Поддержите меня Или нет Валерий Волна Негатива Такая Достаточно Высокая Может подняться Еще Летом Или по итогам Теплого сезона Когда Многие проведут Эти летние месяцы За пределами города На своих дачах И Вернувшись Увидят эти квитанции Мы не жили Соответственно Встанет вопрос Мы не Производили мусор Вот Меньше Меньше людей В городе Летом Объективно Есть такое ощущение Что Ну Конечно Определенно Волна Негатива Будет Другое дело Что садоводов Не так много Не садоводы Это в основном Люди более пожилые Которые не так Сильно Скажем так Митингуют Подписи Собирают Хотя Если взять Пример Собрание старших По домам Которые мы проводим Там основные Активисты Это собственно Люди в возрасте Которые в том числе Садоводы То есть Как оно вывернется В итоге Ну Посмотрим Довольно абсурдная ситуация Когда человек Имея квартиру Собственно Образовывает там мусор Потом живет В садоводчестве И еще будет там платить Это вот конечно Довольно странно Соответственно Это тоже будет Предметом обращения Конституционный суд На каком основании Вот Посмотрим Готовиться будете Как-то Как специалист Чтобы не знаю Поддержку Оказывать Помощь В том числе Правовую Разбираться С этими случаями Да Разумеется Во-первых Будем ситуацию Держать под контролем Потому что Не только я Мусорной реформой Занимаюсь В юридическом смысле Вот соответственно Если какая-то информация Появится Что кто-то там Где-то что-то выиграл Эту ситуацию Можно будет масштабировать Вот То есть Постараемся Эту ситуацию Сделать так Чтобы ну Ну скажем так Дать такой Месседж Для власти Для того Что Есть вопросы Которые Ну в принципе Не так просто Протащить Даже при очень Большом желании Так Ладно Давайте еще один До рекламы вопрос Связанный С мусором Потом перейдем К другим Темам Связанных С ЖКХ Просто мы Про мусор Можем Я так чувствую Проговорить До конца передачи Тот факт То что Рекоператор Куприт Выложил на своем сайте Список Контейнерных площадок Порядка трех тысяч Там да В экселевском документе И вроде как Рекомендовано До первого апреля Полноценную Интерактивную карту Создать Вот это что Это какой-то Не знаю Насмешка такая Что ли Над людьми Нет Ну это В принципе Это Правильная Вещь То есть Информацию Людям нужно Предоставлять Люди могут Дознакомиться Посмотреть Действительно Та площадка Или нет Найти Какие-то ошибки Я считаю Что это правильно То есть Чем больше Будет информации Ну это Работа с собственниками Это хорошо Вот Потому что Чем Куларнее Принятие решений Чем Куларнее Вся эта информация Тем люди Более насторожены Более озлоблены Это они правильно сделали Ну на мысле А сами Куприту писали Где впоследствии были комментарии По-моему Отключены У меня было Пожелание Написать В Куприт По поводу того Что у нас Один из магазинов Решил вывоз мусора Осуществлять Конкретно в наши контейнера То есть Куда жители Обычные Физлицы Куда приносят Да-да-да Мусор Именно магазинский То есть Там просроченные продукты Прям коробки Упаковка магазинская То есть В течение Недели Практически Начиная с 29 декабря По 6 января Или 9 января Я уж не помню Они приезжали каждый день По 3 коробки Выкидывали Как разрулили Полиция То есть Вовремя их поймали Вызвали полицию Попугали То есть Я им сказал Что для них Может быть норматив Выставлен Достаточно большой Ну и в итоге Они решили Возить видимо В другое место Я думаю Что возят Теперь По другим районам Судя По всему Подальше Да У них просто Наверняка Заключен договор По фактическому объему И чтобы за него Не платить Они просто развозят То есть я так понял Что у них есть Конкретная машина Два сотрудника Собирают мусор С магазинов И разводят По площадкам И где-то его надо Растолкать Распихать Да Обустраивают А кстати Слышали вы Мне по крайней мере Уже несколько знакомых Людей Которые занимаются Торговлей Говорили Что бешеные суммы Юрлицы должны будут Платить те же самые Торговые точки Вот недавно Как раз таки Слышал пример Из одного Небольших населенных Пунктов Кировской области Магазину Что-то там Порядка 15 тысяч рублей Надо будет платить В месяц За вывод мусора По новым правилам Я не уверен Что зарабатывает ли Такие деньги Губернатор Один из вопросов Который задавал Я как раз Спросил по поводу Тех магазинов Которые в единственном числе Присутствуют В сельских поселениях То есть Они фактически Должны чуть ли не раз В пять Больше платить За вывод мусора То есть Либо им цены повышать Либо просто закрываться Либо уходить Да Губернатор сказал Что это вот Получаются Социально значимые объекты Для них и так В принципе Льготы предусматриваются Но На карандаш Записал Что-то дополнительно Могут они рассмотреть То есть ситуацию Дополнительно посмотрят То есть Соответственно Наверное положительным моментом Моего вопроса Был Наверное Вот только здесь Именно торговые точки Да Валерий Семенищев Специалист в сфере ЖКХ Руководитель городского совета Старших по домам У нас подошло время рекламы Прерываемся на полторы минуты После чего вернемся Особое мнение На 101FM Основа мы в эфире Валерий Семенищев Специалист в сфере ЖКХ Руководитель городского совета Старших по домам Меня зовут Владимир Сметанин Мы продолжаем Мы в перерыве Тут беседуем с Валерием На различные темы Про мусор в частности Продолжили Кстати Всех Кто желает Лучше разбираться В ЖКХ вопросах Я думаю Что можно пригласить На так называемые ЖКХ посиделки Да ведь Валерий Вы как раз организуете Каждый вторник Ну так получилось Что Можно сказать пригласить Звонят очень много Бывают по полдня Отвечая на вопросы На советы дают И получилось проще Организовать ЖКХ посиделки Которые люди будут Непосредственно прийти Задать свои вопросы И люди В свободной Непринужденной атмосфере Каждый вторник В 6 часов Мы проводим ЖКХ посиделки Это находится поблизости Карл Лимфин 71 Кафе Ходдог Хаус Аккаунты Я хочу сказать Валерии Они доступны В социальных сетях Можете без труда Его В фейсбук Вконтакте Я всегда оповещение делаю Пожалуйста Валерий Семенищев Хорошо Продолжаем Давайте Попросим Вернее Выскажемся По поводу Уборки наших дворов Автостоянка Налог какой-то платить На недвижимость Статья Коап 6.3 6.4 Вот То есть Судя по комментариям Которые я прочитал Там почему-то пишут От 100 до 500 рублей Но там написано От 1 до 5 А мрот А мрот У нас в Кировской области Там 11 тысяч Соответственно Там штраф за автомобиль Если я Конечно не ошибся Может составлять Чуть ли не 100 тысяч Ну понятно Да Вот Причем для управляющей организации Штраф намного более интересен Там от миллиона идет Вот Первый По статье 6.3 Там Минимальное Наказание Это предупреждение Соответственно Можно делаться легким испугом Да Но если дойдет дело до суда Или особо злостный Там Юрист будет Не буду называть вслух Имя одного известного у нас Юриста Вот То вполне возможно Что сразу начнется штраф И достаточно большого О Это сейчас по-моему Какое-то открытие сделали Да Что мы Большинство Десятки тысяч у нас А не Под этим мечом Домоклым Ну пока никто этим не занялся Возможно ситуация Возникнет Возникнет Определенная обратная реакция Там Это уже юридического сообщества Но пока Пока вот есть определение Верховного суда Которое Напомню Оно обязательно Для исполнения Судами Это ясно Да Это прецедент Который Можно тиражировать Хорошо Так возвращайтесь Ко снегу Как двор Избавить Собственно Если речь идет По подснежникам То есть Составляем акт Или просим Управляющую компанию Создать этот акт Соответственно Чтобы они Предписание Собственнику сделали Да Если управляющая компания Не слышит Не видит Ну Можно Сфотографировать Написать Послать фотографию В жилую инспекцию И посмотреть на реакцию Я думаю Что Если указать Это решение Определение Верховного суда Вот Если жилая инспекция Не среагирует То можно Через прокуратуру Пробовать Там Если от инвалида Или от малообеспеченного Гражданина Заявиться в прокуратуру Я думаю Что вполне Результат Может иметь Последствия Вот Либо обращаться Непосредственно В суд Я думаю Что Можно найти Вполне Бесплатного юриста Который поможет В этом плане Это мы Рассматриваем Случай Когда Машины брошены Их просто Замело Огромные сугробы Из-за этого Невозможно очистить Да Качественно Очистить не получается Вот Если машина убрана Соответственно Ну или проблем С уборкой автомобиля Нет То просто Саявка Управляющей компании У нас есть правило Внешнего благоустройства Которое Предусматривает Что у нас Колейность Не должна быть По-моему Выше 5 Или 10 сантиметров Соответственно Если управляющая компания Не реагирует На такое заявление Что колейность Не совпадает Фиксируем Составляем Акт комиссии А как фиксируем Ну что Прям Вот надо это все Описать на бумаге Да Составляется акт Акт комиссии О том Что вот Такая-то ситуация Фотографируется Делаются замеры Линейки прикладываются Чтобы однозначно Был установлен факт нарушения После этого Отправляются в жилищную инспекцию То есть При особом желании Там могут управляющие компании На штрафовать За нарушение Лицензионных требований То есть Это там 250 тысяч штраф Но это серьезное нарушение Да Тем более У нас администрация города Делает вид Что она озабочена Уборкой снега Соответственно Она в этом плане Может отработать Потому что здесь Ну Такая тема Вроде бы как горячая А снег сброшен из крыш Тоже сейчас актуальная тема Насколько я знаю Он насколько Оперативно должен убираться В течение суток Он должен То есть Они в этот день Скинули снег В этот день Они по-моему В течение Шести часов По-моему Должны убирать Ну Вот я вот сейчас Не стопроцентно Ну вот в этот же день Который снег сброшен Он должен быть убран Соцсети тут опять полнятся И видео в том числе Выкладывают люди Когда убирают снег с крыши И там Ни страховки Ни ограждений никаких Ни ленточек Ни Ну как обычно Это же все Не по правилам Мягко говоря Да Не по правилам Да Могут быть жертвы А в итоге Потом Будут искать крайнего У нас же был случай В прошлом Или в позапрошлом году По-моему Рабочий с пятиэтажки Тут свалился Который работал Без страховки И все Нет Нет человека Ну у нас Вот был момент Когда я звонил В одно образовательное учреждение Не буду называть Как раз вот там Рабочий работал Без страховки Позвонил Взяла диспетчер Да Мы услышали Я смотрю Продолжаем Там еще полтора часа После этого работал Без страховки человек Ну Отношение у нас К работникам Тоже не очень такое Бережное Скажем так Ну точнее Тут вопрос даже Не отношение к работникам Там же ответственность Руководителя заведения Возникает Если не обеспечена Не обеспечена безопасность Тем более Если есть факт Если еще видео показать То Директор такого Заведения Скорее всего Присядет А если Оценить Уборку города От снега В целом Я имею ввиду Улицы Пешеходные зоны Ну все мы Так или иначе Сравниваем ситуацию С тем Что было в прошлом Позапрошлом годах И вот я смотрю Читаю Многие люди Сходятся во мнении Что как-то В этом году Хуже все у нас с этим На пресс-конференции Игорь Владимирович Говорил Что у нас стало все лучше Лучше Ему заявили Ну не хором Ну почти хором Сказали что нет Не хуже Он удивился Ну я думаю что может быть Что-то в этом плане изменится На самом деле Вот лично мое мнение Кажется что У нас больше говорят Об уборке снега Чем соответственно Ею занимаются При желании Уборку снега Я думаю что вполне Можно обеспечить У нас вот эти знаки есть Которые там Парковка почетная По нечетным дням Она же позволяет Достаточно хорошо Уборкой заниматься Автомобилей То есть А раз машину Эвакуировать С этого места Другой там Штрафы ввести Там еще что-то Это можно решить Понятно Тут дело не ради штрафов Ради уборки снега Но если владелец Решил свой автомобиль Поставить в этом месте Ну извините Он же как бы Своим автомобилем Мешает собственно Остальным жителям Вот когда Дирекция дорожного хозяйства Это было в начале Или сразу после Новогодних праздников А затем уже было Объявлено о том Что у нас управление На базе ДДХ И дирекция зеленых хозяйств Было создано Там были указаны Четыре ночи В январе Когда будет убираться Снег Вывозиться Четыре ночи За месяц Почему это не организовать Более часто Соответствующий вопрос Возникает Что снега не хватит Вам так хватит Ну может быть Что вывозить Ну может быть Они посчитали Объем снега И объем автотранспорта Который необходим Для вывоза этого объема Может быть так Была мысль Что может быть Четыре дня Они в этом районе работают Потом четыре дня Вывозят Другого Нет Там имелся ввиду По-моему Даже общегородской график Ну туда видимо Посчитали объем Вывоза Соответственно Перемножили на количество Объема транспорта Ну вот как раз Накануне В администрации города Раскритиковали Контракт на уборку снега Список работы Их оплата Друг другу не соответствует То есть Проще выражаясь Денег мало Да Денег меньше Чем нужно вывозить И вот Сити-менеджер Вяш Ульгин Счел Что дирекция дорожного Хозяйства Неграмотно В технической части Составила договор С генподрядчиком Компания Горда Ромастроя Это привело к тому Что субподрядчики Работают с ним На невыгодных условиях Сити-менеджер Пообещал наказать Тех, кто допустил ошибки Вот Хотелось бы вспомнить Про ситуацию с водоканалом Вот в отношении Этого же Горда Ромастроя Только я попрошу Пояснить Почему водоканал Мы упоминаем Да Почему водоканал Почему То есть водоканал Это муниципальное имущество Так ведь Соответственно Управление муниципального имущества Занимается не только Собственно Поставленный директор В этот водоканал Но собственно Департамент муниципального имущества Нужно заниматься В том числе Непосредственно Эта же глава города Глава администрации Шульгин То есть получается У нас Вот когда возникают Какие-то проблемы Я посмотрю Проверю Там виноватые Будут наказаны Да А по факту То есть Одна ситуация повторяется Другая третья То есть получается Это просто Как минимум Там недосмотр А в советское время Я думаю Что это было бы халатностью Самой настоящей Вот То есть Я считаю Если такие ситуации возможны Как так Заключить договор С Гордором и Строем Да А потом найти в нем нарушение Это вообще о чем То есть извините Как бы Мы заключили договор Да А потом извините Мы нашли ошибки И мы найдем виноватых Смешно В общем Как мы не надеялись После прошлой Позапрошлой И так далее Зим Что в следующем году Будет лучше Лучше у нас Ну как-то Вот не становится Это по моему мнению Лучше-то оно становится Всегда Вопрос Кому Кому-то лучше То становится Все равно Любопытная позиция Так Хорошо Еще тоже мнение Хочется ваш спросить По поводу Программы Формирования Комфортной Городской среды Я очень положительно Вот я лично Относился К этому начинанию Как к такой Хорошей возможности Прямо-то благоустроить Свой двор Изменить Но Это все Из уст Членов ОНФ Регионального штаба Пошло Что Наша городская администрация Мягко говоря Не справилась С этими планами Порядка Половины дворов Которые в прошлом году Ремонтировались Они не приняты 30 миллионов Бюджетных Федеральных рублей Надо будет вернуть Опять же Глава администрации Потребовал Чтобы до конца мая 2019 года Эти все-таки Доделаны были дворы Ну вот что это Почему опять все Криво и косото Во-первых Опять же На вчерашней Пресс-конференции Губернатор сказал Что никакие деньги Возвращены не будут То есть соответственно Они пойдут на ремонт И дворы будут Отремонтированы Должным образом То есть эти деньги Они останутся И будут освоены Да В должном ключе Второе У меня есть информация Вот сто процентов Не уверен Но насколько я знаю По комфортной Городской среде В прошлом году У нас собственно Тандра На вот ремонт Вот этих дворовых территорий Начались где-то В середине года В середине лета То есть в июле Получается Конкурс там проводился В начале года Там даже в конце Соответственно Вот эти полгода Они куда-то ушли Пропали Да Получается Потом проводятся конкурсы Где-то повторные конкурсы И соответственно Потом в сентябре Глава города Заявляет Что почему Подрядчики такие плохие Почему они не успели Что-то сделать То есть получается Полгода мы Выкинули куда-то Потом в сжатые сроки Подрядчики должны Что-то успеть сделать И у нас Подрядчики виноваты Опять же Возникает вопрос А где у нас Городская администрация Чем она занималась Почему у нас Эти конкурсы Допустим Были не Проторгованы В мае например Да Чтобы подрядчики Именно летом Когда уже стало тепло Могли этим заниматься Ну в этом году По-моему ставит Все-таки Мэрия у нас задачу Пораньше отторговаться Не знаю Насколько она будет Реализована Но кстати По программе Безопасные и качественные дороги В прошлом году Получилось пораньше Тогда все-таки К концу лета Там уже Практически Стопроцентный результат Был все Все что планировали Закатать Я не думаю Что здесь какие-то Сложные решения Нужны для того Чтобы это все сделать Как оно должно быть Просто у нас почему-то То в одном месте То в другом месте Получается Что кто-то виноват Либо исполнители Там по ремонту Безусловно Там вполне Как бы нарушения Могут быть Я с подрядчиками Тоже много раз Имел опыт общения Да По-разному люди воспринимают Но если Изначально у них Сроки такие Очень сжатые То понятно Что вероятность Этих нарушений И несоблюдение сроков Она просто тут уже Как бы на блюдечке Приведущена Валерий Минута остается Наш город признан Столицей российского дизайна Это хорошо Вот что такого Должно в ближайший год Произойти Чтобы так сказать Название соответствовало Содержанию Киров Столица российского дизайна Я думаю Что это хорошо Основное Что бы я здесь выделил Нужно поставить Какие-то цели Которые по итогам года Нужно достичь Потому что Проведение мероприятия Это конечно хорошо Поднять волну Да Оно имеет определенные Последствия Какие-то Обсуждения Еще что-то Должны быть конкретные результаты Хотя бы пусть разработают Дизайн-код Про который много говорили Поставить задачи И их выполнить Это основное Вполне конкретно Валерий Семенеевич Специалист в сфере ЖКХ Руководитель Городского совета Старших по домам Наше время и стекло Спасибо Всего доброго Спасибо До свидания Особое мнение На 101FM